Добрый день! Я очень рад вас видеть у себя на лекции. Спасибо, садитесь. Меня зовут Ринат Султанович, как уже меня представили. Я работаю в Институте математики и механики на кафедре теоретической механики. Сегодня у нас лекция будет о симметрии. Я попросил раздать бумаги. Попробуйте эту бумагу ровно пополам сложить. Если у вас получится хорошо, то у вас две половинки будут одинаковые. Когда вы смотрите в зеркало, вы тоже там видите свое зеркальное отображение. Вы все знаете сказку «Алиса в стране чудес» или «В зазеркалье». Там небольшой отрывок. Давайте посмотрим. Ребята, а кто читал такую сказку «Алиса в стране чудес»? Ух ты! Все читали. Опустите руки. А кто не читал еще пока? Пока не успел кто прочитать? Ну есть немного. Надо обязательно эту сказку, наверное, прочитать. Это очень интересная книжка, в которой начинается математика. Теперь посмотрите изображение. Я сфотографировал часы в своей комнате. Обратите внимание, какие часы неправильно представлены на экране. Два и три. Как вы видите, там есть цифры на циферблате. И на некоторых изображениях мы видим зеркальные отображения. Значит, таких зеркальных отображений очень трудно разобрать. Посмотрите снимки, которые были сделаны, и на которых реальное, а которые есть отображение. Очень трудно узнать, если сами не снимали снимки. Вот они попарно поставлены. На самом деле, вот мост первый, который изображен, это реальный кадр, а вот внизу зеркальное отображение. На втором кадре, где вулкан представлен, это я снимал с вертолёта, нижние фотографии вулкана, а наверху его зеркальное отображение. Значит, такие зеркальные отображения можно увидеть на воде, полностью повторяющие верхние картинки. Можно увидеть в зданиях, можно в исторических сооружениях, можно такое же увидеть в природных явлениях. Тоже симметрия. Можно симметрию увидеть в тенях. Правда, очень причудливые очертания, которые принимают. Теперь давайте посмотрим, как можно получить симметрию. Первое – это просто перенос. Второе – поворот или отражение. Вот мы с вами уже знаем, что есть три способа – перенос, поворот и отражение. И комбинируя эти действия, мы можем получить очень много разных комбинаций. Ещё одна операция или действие – это когда мы можем уменьшать размер, то есть масштаб. Если у нас зеркало кривое, а в комнатах смеха, наверное, вы такое зеркало видели, можно увидеть отображение, которое не совсем правильное, то есть с нарушениями. Вот посмотрите, специально на стакане отражается нижний рисунок, в котором очень трудно увидеть то, что видно в отражении в стакане. А теперь, дети, поиграем. Я прошу всех вас встать попарно против друг друга. И попробуйте поздороваться. Вы знаете, что сначала здороваемся за руками по правой руке. Подайте друг другу правой рукой, поздоровайтесь. Спасибо. А теперь опустите руки и поздоровайтесь левой рукой. Спасибо, получилось. А можно поздороваться все одновременно зеркально? То есть левой руке. Попробуйте левую руку дать правой руке. То есть попарно вытянув руки. Поздоровайтесь. Теперь развернитесь лицом к сцене. Посмотрите на меня. Все подняли правую руку. Все опустили. Левую руку. А давайте теперь сделаем такое упражнение. Два раза вверх правой рукой. И один раз левой рукой. Получилось у всех? А теперь давайте сделаем наоборот. Два раза левой рукой. И один раз правой рукой. Вот мы сделали два повторяющихся движения. Левой рукой два, правой один. А можно сделать это движение друг за другом. Давайте повторим. Правой рукой два раза, левой один. Правой рукой два раза, левой рукой один. И вот мы начинаем понимать, что симметрия наблюдается и в других явлениях, окружающих нас среды. А теперь похлопаем. Повторяем хлопки за мной. Нет, нет. Два резких хлопка. А потом один. Вот смотрите. Два хлопка резких, один длинный. Два хлопка резких, один длинный. А теперь сделаем симметрию. Сначала послушайте. Два резких хлопка, один длинный. Потом один длинный, два резких хлопка. Послушайте, как я. Спасибо. Садитесь. Обратите внимание, снежинка, которую мы видим всегда, зима особенно. Какие разные формы принимает снежинка. Когда пойдете домой, посмотрите на улицу, внимательно рассмотрите снежинку и попробуйте ее нарисовать. Посмотрите на рисунок. Самое простое изображение. Вы представляете себе цилиндр, который можно получить вращением вокруг оси. Можно получить, вращая треугольник вокруг оси и получить конус. Можно получить, вращая полуокружность, шар. Шар со всех сторон одинаков. То есть у него очень большая симметрия. У цилиндра симметрия осевая. А вот конус, если перевернуть, получается перевернутый конус. Симметрию можно видеть во Вселенной, когда закручивается спираль. Поупражняемся. Если мы нарисуем круг, разделим ее вертикально половинку пополам. Обе половинки одинаковые? А если горизонтальные линии проведем? Симметричные. Значит, можем симметрию получить вертикальные, горизонтальные. Это, говорят, осевая симметрия. Можно увидеть симметрию более сложную, когда мы поворачиваем стрелочку на одну шестую часть и ставим цифру 1. Поворачиваем еще настолько же, ставим следующую цифру 2. Поворачиваем следующую одну шестую часть, получаем цифру 3. И так дальше. То есть, получается, мы можем, поворачивая вокруг оси, получить рисунки разные. И такие рисунки, когда мы рисуем, то получаем шестигранник, пятигранник, квадрат или треугольник. Все встаем лицом к сцене. Теперь давайте ногами поупражняемся. Приставной шаг. Начинаем с левой ноги. Влево. Приставной шаг. Еще раз. Влево. Влево. Приставной шаг. И назад. И это упражнение несколько раз. Только одно движение. Влево-вправо. Влево-вправо. Достаточно. Спасибо. А теперь внимательно. Движение повторяйте за мной. Левый носок. Представляем, впереди правого носка. Вернули на место. Правый носок вперед-назад. 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 Вот видите, мы симметричные движения используем, когда танцуем. Очень сложные объекты, которые встречаются в природе, это кристаллы. У кристаллов очень сложная симметрия. Далеко не простая, которая, как мы видим в часах, в цилиндрах, конусах и так далее. Кристаллы бывают очень сложной формы и со сложными гранями. Спасибо. Садитесь. Обратите внимание. Тут приведено несколько схем кристаллов. Как они образуют симметрию. Очень интересная симметрия наблюдается, когда мы рассматриваем подсолнух. А теперь давайте вспомним арифметику. Вот первое число – один. Если мы добавляем к числу один еще одну, еще один, то у нас получится два. Понятно? Один плюс один – два. Предыдущее число у нас единичка. Единичка плюс два. Сколько будет? Три. Значит, следующее число у нас три. Теперь смотрите. Предыдущее число, перед этим было у нас двойка. Два плюс три – сколько? Пять. Итак, у нас получился уже ряд чисел. Один, один, два, три, пять. Правильно? Теперь давайте следующее. Какое число у нас получится, если у нас пятерка, предыдущее число три, складываем, получается? Восемь. Предыдущее число от восьмерки – пять. Пять плюс восемь будет? Тринадцать. Если мы будем так считать, мы получим числовой ряд, симметричный ряд он называется, ряд Фибоначчи. Вот интересно, в природе встречается, что семечки по кругу увеличиваются именно в соответствии с этим рядом. Конечно, симметрия используется во всех придумках природы. Самый простой – шестигранные соты. Почему шестигранные соты, симметричные соты используются в пчелиных сотах? Вот давайте посмотрим у себя дома, у вас, если плитки, они какую форму имеют? Квадратные? Вот если у нас плитки квадратные, везде мы пол можем выложить? Независимо от того, помещения у нас прямоугольные, круглые или квадратные. Значит, если у нас будут плитки треугольные, одинаковые формы, сумеем мы покрыть везде пол? Правильно. Если мы соберем правильный треугольник, у нас получится как раз шестигранник. И дальше, продолжая таким образом, мы можем весь пол покрыть плитками. Значит, плитки формы, которые треугольную форму, квадратную форму имеют, и шестигранную, мы можем покрыть всю площадь. Вы обратите внимание, что стороны у треугольника, три стороны, достаточно длинные. Одна сторона, вторая сторона и третья. А внутри площадь очень маленькая. Если сделаем квадратную, опять-таки у нас длинный сторон четыре, а площадь немножко больше стала. Самая большая площадь получается, когда мы сделаем шестигранник. В стороны длина воска, который тратится на стенки, меньше всего будет, когда ячейки делаются шестигранные. Вот пчелы умеют оптимизировать, экономить воск для строительства сот. Теперь давайте посмотрим симметрию, когда мы используем увеличение или масштаб. Маленький поворот, маленькая дуга. Эта же дуга увеличивается, прикладывается, продолжая дальше расти. И тогда мы видим раковину Натилуса. Очень интересные симметрии в сетях пауков. Очень интересные картинки они изображают. Можно наблюдать симметрию поперения птиц. Самое красивое оперение у какой птицы? В зеркало вы себя видели, сами себя. Обратите внимание, мы полностью симметричны или нет? Вот природа устроена так, что полной симметрии нет. Чуть-чуть мы прищуриваем левый или правый глаз. Чуть-чуть развита правая или левая рука. Это зависит от того, левша мы или правша. Но тем не менее, тем не менее, природа закладывает первое правило симметрию. Другое дело, как мы это развиваем. Вот обратите внимание, размер Солнца и размер Луны. Если мы смотрим на небо, то мы обращаем внимание, что особенно ночью Луна очень большой кажется. Когда наблюдаем солнечные затмения, размер Луны полностью перекрывает Солнце. Это означает, что они одинаковые по размеру или нет? Почему? Почему размер Луны меньше, чем размер Солнца? Потому что Луна ближе, чем Солнце. Правильно. Луна ближе, чем Солнце. И несмотря на то, что у нее размер меньше, чем у Солнца, поскольку Луна ближе к нам, то изображение или образ Луны перекрывает образ Солнца. Посмотрите на картинку. Я специально нарисовал две буквы. Г и Л. На пятый. Так. Еще где? На четвертый. Так. Значит, первая, четвертая, пятая. Еще где? Восьмая. Девятая и десятая. Восьмая, девятая и десятая. Это все получено за счет каких действий? Поворотов. Поворотов. Хорошо. Можете ли вы придумать фразу, которая читается одинаково, что спереди, то есть слева направо или справа налево? Кок. А можно имена? Можно. Аня, я. Казак. Но если мы говорим Аня, то буква Я стоит. Или как? Шалаш. Шалаш. Слово хорошее. Еще. Передай. Передай. Анна. Анна. Заказ. Заказ. Казак. Казак. Простите, еще раз не расслышал. Леп спел. Алла. Алла. Спасибо. Молодцы. Как здорово, что вы так много знаете. Даже те слов, которые я не знал. Посмотрите и запомните примеры, которые я тут привел. Значит, теперь давайте немножко поиграем. У вас есть листочки? У кого есть. У кого есть, посмотрите. Давайте сделаем с вами. Вы листочек разделили ровно пополам. Хорошо. Все равно какой листочек. Разделили пополам? Ровно. Это у нас симметричное разделение пополам листочка. Теперь левый верхний угол загибаем уголочком. Точно так же загибаем второй угол верхний. Теперь листочек, который я держу, и у вас такой же. Если вы сделали так же, как я. Верхнюю часть загибаем внутрь. Получилось? Такой листочек. Теперь снова загибаем верхний правый угол. Посмотрите за мной. Левый загнули, правый. Верхнюю часть согнули вниз. Снова правый верхний угол загнули до середины. Левый верхний угол до середины. Нижний язычок отгибаем вверх. Конечно. И так мы получили самолетик. И мы получили симметричную фигуру. Теперь давайте сделаем другое. Листочек расправьте. Листочек согнут пополам. Мы второй раз ее сгибаем пополам. Это мы делаем оси симметрии. Вертикальные, горизонтальные. Теперь постарайтесь согнуть по диагонали. Попробуйте еще раз согнуть по диагонали. Значит, обратите внимание, как мы согнули. Когда вы придете домой, вместе с мамой, попросите маму взять ножницы и сделать здесь небольшие вырезы. И вы получите снежинку. Снежинка симметричной фигуры. Давайте посмотрим, где еще можно увидеть симметрию. Смотрите, как растут растения. Ромашка грибной. Это симметрия называется. И второй – симметрия листка. Посмотрите симметрии, которые с неба можно увидеть, когда облака. Симметрии, которые используются в народных изделиях. Обратите внимание, симметрии в живой природе. И теперь посмотрите на картинку Эшера. Запомните, пожалуйста, это имя. Это очень интересный художник, который показывает, как происходит преобразование. Метаморфозой называется. Ну и заканчивая свою лекцию, я вам говорю – улыбнитесь. Ваша улыбка чудесна. Ну что, поблагодарим, Рената Султановича. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!